26 апреля 2003 года. Не имеющий поражений чемпион мира в первом тяжелом весе 29-летний казахстанец Василий Жиров проводит седьмую защиту титула против 34-летнего американца Джеймса Тони. Василий Жиров начал заниматься боксом в 12 лет. Его тренером стал мастер спорта СССР Александр Апочинский. Тренировки у Апочинского Жиров описал короткой, но емкой фразой. «Он ставил меня в такие положения, в которых я должен был выживать. В частности, в рамках тренировок нужно было убежать от собаки, а если не успел, то нужно было увернуться. Тренер с лодки бросал своих подопечных в нескольких километрах от берега на озере Балхаш и нужно было доплыть обратно в довольно холодной воде. Данные методики некоторые считали очень жесткими и даже жестокими, но в случае с Жировым они приносили результат. В 90-м он стал чемпионом СССР среди юниоров, в 92-м чемпионом Европы среди юниоров, в 93-м Василий становится бронзовым призером чемпионата мира, в 95-м он завоевывает еще одну бронзу чемпионата мира и становится золотым медалистом на чемпионате Азии. Пиком любительской карьеры стала поездка на Олимпиаду 96-го года в Атланте, где в 22 года Василий Жиров стал олимпийским чемпионом. Он выступал в рамках полутяжелого веса и в полуфинале одолел Антонио Тарвера, которому уже заранее приписывали золотую медаль на играх. Помимо этого, по окончании турнира Жирову был вручен кубок Вэлла Баркера, как самому лучшему боксеру Олимпиады. И все это после того, как уже в первом бою на турнире Жиров получил повреждение указательного пальца на правой руке. После Олимпиады казахстанец получил предложение о начале профессиональной карьеры в Германии, но он не торопился ехать в Европу, потому что свой боксерский путь хотел прокладывать в США. Олимпийским чемпионом заинтересовался Боб Арум и предложил контракт. Василий предложение принял. Дебют состоялся в январе 97-го. За следующие чуть больше, чем два года, он провел 20 боев и получил право на титульный поединок с чемпионом IBF в первом тяжелом весе Артуром Вильямсом. Жиров с первых же секунд обрушил на чемпиона такой прессинг, с которым тот еще никогда не сталкивался. В седьмом раунде Вильямс сломался. Жиров стал чемпионом. Таким образом, с тех пор, как 16 декабря 1991 года Казахстан стал независимым государством, Василий Жиров является первым в истории этой страны, кто стал олимпийским чемпионом в боксе, первым, кто завоевал кубок Вэлла Баркера и первым, кто стал чемпионом мира в профессионалах. Также он первый казахстанский боксер, кто провел успешную защиту чемпионского пояса на родине. Это произошло в феврале 2001 года. Бой Жиров-Вильямс – это был первый чемпионский поединок в первом тяжелом весе, который транслировался в эфире HBO. Казалось, что карьера Балхашского Тигра должна была взлететь в небеса, но этого не произошло. После двух успешных защит чемпионского пояса произошло немыслимое. Боб Арум просто-напросто освободил от контракта, не имеющего поражений действующего чемпиона мира. В те времена в супертяжелом весе все еще гремели такие имена, как Тайсон, Холифилд и Льюис. В полутяжелом весе блистал Рой Джонс. В полусреднем – Делла Хоя, Моузли и Тринидад. В легчайших весах – Баррера, Моралес и Хамет. В легком весе набирал обороты Флойд Мэйвезер. Ну и, конечно же, уже большой звездой был Артуро Гатти. И первый тяжелый вес среди этой россыпи талантов ушел даже не на второй план, на него просто не обращали внимания, и гонорары там были весьма скромными. Показательный момент. Василий Жиров, будучи в статусе чемпиона мира, провел нетитульный бой в особняке Хью Хефнера, основателя журнала Playboy. Там же в этот вечер боксировал Эрик Эш, более известный под прозвищем Баттербин. Жиров ушел в свободное плавание, и несмотря на то, что он продолжал побеждать, карьера буксовала. Чемпионом мира он стал в эфире HBO, а шестую защиту титула проводил на ESPN2, где чаще всего можно было увидеть либо молодых подающих надежды, либо звезд очень далекого прошлого. Но упорство всегда вознаграждается. Летом 2002 года Жиров узнает, что обязательным претендентом на его титул IBF стал Джеймс Тони. Это был шанс, которого Жиров так долго ждал. Джеймс Тони в те годы рассматривался как боксер, славные дни которого остались в далеком прошлом, но все же он обладал именем. Джеймс Тони начал заниматься боксом в 11 лет, причем в боксерский зал его привела мать. Джеймс влюбился в бокс, однако он воспринимал его больше как увлечение и не видел в нем сферу для профессиональной деятельности. Более того, он пытался начать карьеру в американском футболе, но в итоге, как потом сам признался, он не был командным игроком. У Тони была малонасыщенная любительская карьера, он провел всего 35 боев и выиграл лишь несколько малозначительных региональных турниров. Это было связано с тем, что в то время он вел активную уличную жизнь и занимался продажей запрещенных к употреблению и хранению веществ. В конечном итоге Тони сделал правильный выбор, а его тренер Грег Оуэнс понял, что нужно переходить в профи. Из 35 упомянутых ранее боев в любителях Джеймс выиграл 33. Из этих 33 побед 32 были одержаны досрочно. В то время и появилось прозвище, которое осталось с боксером навсегда – «Lights Out», что в переводе означает «свет погас». Тони начал профессиональную карьеру в октябре 1988 года. Тут и раскрылась искренняя любовь Джеймса к боксу. Он старался проводить бои настолько часто, насколько возможно. За 29 месяцев он провел 26 боев. Он находился на пятой строчке рейтинга IBF в среднем весе и был выбран в качестве соперника для добровольной защиты титула звездой среднего веса тех лет Майклом Нанном, на счету которого было 36 побед и ни одного поражения. Тони был аутсайдером 20 к 1. По ходу боя он выглядел лучше, чем это соотношение, но все равно чемпион уверенно контролировал поединок. Но в 11 раунде грянул гром, а вернее погас свет. Тони выбросил удар слева и отправил соперника в тяжелый нокдаун. Рефери дал продолжить, но чемпион был не в состоянии защищаться и бой был остановлен. Тони стал чемпионом мира и при этом не собирался почивать на лаврах. Бой с Нанном состоялся в мае 91-го и до конца года Тони успел провести три успешных защиты, причем одна из них была в Монако. По итогам 91-го Джеймс Тони был признан боксером года. Завоевание титула в среднем весе и шесть успешных защит он уложил в 15 месяцев. После этого он поднялся во второй средний вес и встретился с чемпионом IBF Айреном Баркли. Подавляющая часть обозревателей сделала прогноз в пользу победы Баркли, но Тони разгромил соперника и забрал у него титул, став чемпионом в двух весах. Потрясающее выступление Джеймса в бою против Баркли подняло его на третью строчку рейтинга паунд-фа-паунд. Впереди были только Хулио Сосар Чавес и Пернел Уитакер, а позади были такие имена, как Холифилд, Рикардо Лопес, Рой Джонс и Юрий Арбачаков. Тони стал чемпионом мира во втором среднем весе в феврале 93-го, но обязательных претендентов у него не было, а душа просилась на ринг, поэтому он проводил нетитульные бои. В современном боксе не встретишь боксера, который за год может провести два титульных боя и еще пять нетитульных. Кстати, в тот период времени Тони выходил на ринг в шортах, на которых была изображена звезда Давида. Таким образом, он отдавал дань уважения своему менеджеру Джекки Каллен, которая внесла большой вклад в карьеру Тони в конце 80-х, начале 90-х. Первый менеджер Тони был убит в самом начале профи карьеры Джеймса, и к делу подключилась Джекки. Это была очень необычная связка боксер-менеджер, черный парень с криминальным прошлым и белая молодая девушка-еврейка. В 94-м году Тони не сбавлял обороты и за первые семь месяцев провел четыре боя. Благодаря таким подвигам Тони был любимчиком публики. Однако были и минусы. Тони выступал на профессиональном ринге 5 лет и 9 месяцев. За это время он провел 46 боев. То есть на протяжении почти шести лет он выходил на ринг в среднем каждые полтора месяца. Причем за последние три года за плечами еще и 11 чемпионских боев. Тони начал выдыхаться. В нетитульных боях он перестал гонять вес, потому что физически ему это делать было очень тяжело. В 91-м году он без проблем укладывался в 72,6, а три года спустя он с большим трудом мог сделать 76,2. Летом 94-го Тони в статусе второго номера рейтинга Pound for Pound получает предложение встретиться с третьим номером рейтинга Роем Джонсом младшим. Джеймс принимает предложение. В глазах публики Тони выглядит фаворитом. Однако внутри боксерского сообщества уже было хорошо известно о проблемах Тони с весогонкой, поэтому обозреватели видели фаворитом Джонса. Тем не менее, ожидался красивый и конкурентный бой. И он действительно получился красивым, но не конкурентным. Джеймс проиграл, причем с разгромным счетом. И далеко не факт, что даже будучи в отличной форме, Тони смог бы навязать Джонсу серьезную конкуренцию. Рой в этом бою был просто феноменален. Поединок с Джонсом стал началом раскола между Тони и его менеджером. Каллен не смогла на переговорах добиться переноса поединка на более позднюю дату, чтобы у Тони было больше времени на подготовку. С одной стороны, не вина Джеки, что боксер взял отпуск и разъелся до рекордных для себя 94 килограммов. С другой стороны, менеджер обязан защищать интересы своего боксера. Тони посчитал, что она сделала это потому, что ее личный доход в этом бою должен был составить полтора миллиона долларов. И она боялась, что если добиваться переноса, то бой может вообще не состояться. Вскоре пути Тони и Каллен разошлись. Но при этом каждый раз, когда Тони спрашивают о бывшем менеджере, он говорит, что Джеки сделала большой вклад в его карьеру. И несмотря на разногласия, он очень это ценит. После поражения от Роя Джонса, Тони поднялся в полутяжелый вес. И если боксер шел по весам вверх, то его карьера двигалась в противоположном направлении. Джеймс вспоминал о дисциплине лишь иногда. Он выходил на бои с весом в диапазоне от 79 до 91 килограмма. Так продолжалось три года. Бессистемный подход не мог принести хороших результатов. И к двум поражениям от Мантелла Гриффина, Тони добавил поражение от малоизвестного маловийца Дрейка Таджи. В конце 97-го Джеймс решил взять паузу. А в конце 98-го он начал планировать возвращение. Тони поставил себе цель стать чемпионом мира в первом тяжелом весе. Но зная своевольный характер Джеймса, среди именитых тренеров, желающих с ним работать, не оказалось. Плюс ко всему, в то время Тони воспринимали как боксера, лучшие годы которого остались позади. Джеймс не выигрывал чемпионских боев уже более 4 лет. А с тех пор, как его признали боксером года, прошло уже 7 лет. Да и сама по себе цель стать чемпионом мира в первом тяжелом весе после того, как ты начал карьеру в среднем весе, выглядела излишне амбициозной. Даже при том, что в те годы лимит крузер-вейта был не 97, а 86,2. В общем, это был тот случай, когда работы было много, а денег и славы мало. Но все же нашелся человек, который посчитал, что цель осуществима, а сам Джеймс Тони растратил еще не весь порох. Им стал тогда еще малоизвестный, но пользующийся хорошей репутацией в узких боксерских кругах, бывший боксер, довольно молодой по тренерским меркам, 38-летний Фредди Роуч. Учителем Роуча был легендарный Эдди Фатч, тренировавший Джо Фрейзера. Интересный момент, что в период работы с Роучем Тони сыграл роль Джо Фрейзера в фильме «Али» 2001 года с Уиллом Смитом в главной роли. Роуч был старше Тони всего на 8 лет. В такой ситуации тренеру нужно было заслужить доверие такого титулованного боксера, как Тони. Но подход Роуча к делу понравился бывшему чемпиону. И зная, каким Тони может быть непокорным, было удивительно слышать, как Джеймс во время боя отвечает на инструкции Роуча «Да, сэр». Союз начал приносить плоды. В шестом совместном бою Тони нокаутировал во втором раунде крепкого мексиканца Сауля Монтану, который оказал серьезное сопротивление Василию Жирову во время второй защиты титула. Однако мало кто придавал этому большое значение. В августе 2002 года Тони без проблем выигрывает отборочный поединок по версии IBF, и вот теперь боксерский мир наконец-то обратил внимание. Точно так же, как и канал HBO. Переговоры затянулись, и вероятно, это произошло потому, что денежный пирог был маленьким, и каждый хотел откусить как можно больше. Точных данных о гонорарах боксеров нет, но есть версия, что в сумме на двоих они получили меньше миллиона. Из-за долгих переговоров получилось, что Жиров не дрался уже больше года. Но учитывая, что на тот момент прошло уже 9 лет с тех пор, как Джеймс Тони в последний раз покидал ринг с чемпионским поясом в руках, да и было это в категории на 10 килограммов меньше, уверенным фаворитом боя считали казахстанцы. Очень многие сомневались, что Джеймс Тони сможет противостоять мощнейшему прессингу, которым славился действующий чемпион. Плюс ко всему, Жиров был молодым чемпионом, у которого за плечами 31 бой, а Тони был ветераном, который выходил на ринг уже 71 раз. Однако в первом раунде Джеймс Тони заставил сомневающихся взглянуть на ситуацию под иным углом. Тони выглядел свежим, подвижным и как будто помолодевшим. Жиров сразу же включил прессинг, но найти соперника, который стоял прямо перед ним, Василию оказалось весьма непросто. Тони прекрасно защищался корпусом и перчатками. Множество ударов чемпиона летели мимо цели, либо попадали вскользь. Тони атаковал нечасто, но был значительно точнее и жестче. Эффективность обороны и атаки у претендента была выше. Но все же оставался вопрос, сможет ли Тони быть также эффективен во второй половине боя. Во втором раунде Жиров увеличил темп, он выбросил более 90 ударов за раунд, что для первого тяжелого веса очень высокий показатель. И под таким шквалом Тони пришлось непросто. Он все равно парировал значительную часть ударов, но собственными атаками отвечал редко. В начале третьего Жиров попытался затолкать соперника и перестарался, нанеся удар ниже пояса. Этот удар как будто придал американцу сил. Тони контролировал большую часть раунда и уверенно его забрал. В перерыве Жирову говорили о том, что он должен выбрасывать больше ударов. Складывалось ощущение, что угол Жирова не заботился о качестве работы. А вот Фредди Роуч как раз делал акцент на качестве, а не количестве. В четвертом раунде Тони снова за счет движения не дал Жирову выйти на максимальные обороты. Вдобавок к этому он еще и зацепил чемпиона жестким левым боковым в концовке. После довольно разочаровывающего для чемпиона раунда, в углу он услышал от своего тренера Томми Брукса следующее. «Ты должен его избивать, у него уже заканчиваются силы». Как показывает практика, в боях высокого уровня тактика в стиле «бей вперед, игра придет» чаще всего обречена на провал. Но команда Жирова считала, что это именно то, что им нужно. А вот судя по комментариям Фредди Роуча, они вместе с Тони стратегически разбили бой на отрезке. И то, что произошло во втором раунде, когда Тони проиграл трехминутку, на самом деле это был тактический ход, чтобы с одной стороны посмотреть на работу оппонента, а с другой стороны дать ему вымахаться. Перед пятым раундом Роуч сказал своему боксеру, что теперь настало время поработать первым номером и пойти на соперника. И в пятом раунде Тони включил прессинг, и оказалось, что в таком непривычном положении Жиров чувствует себя некомфортно. При этом Тони начал чаще атаковать акцентированными ударами. В конце Жирову все же удалось прижать соперника к канатам, но нельзя было сказать, что концовка осталась за чемпионом. Василий попадал не чаще, чем пропускал. В перерыве между пятым и шестым раундами в углу Жирова прозвучала еще одна потрясающее воображение установка. Цитата. «Есть только один способ сохранить титул. Ты должен его избивать». Теперь давайте сравним это с тем, что в это же время говорил Фредди Роуч. «У тебя хорошо получается, когда ты атакуешь двух ударными комбинациями. Ты должен продолжать оказывать прессинг, потому что ему тяжело драться, когда приходится отступать». Роуч не говорил ничего сверхгениального, но своими подсказками он расставлял акценты и подмечал ключевые детали. А тренерский штаб Жирова вел себя как группа поддержки, которая очень сильно переживает, но при этом не улавливает суть происходящего. В шестом раунде Тони продолжил делать то, о чем просил тренер, и для Жирова ситуация становилась довольно скверной. Он проигрывал бой, а соперник выглядел все более уверенным. В середине раунда Тони даже встал у канатов и характерным жестом пригласил соперника. Джеймс был одним из редких боксеров, кто мог устроить сопернику разгром, находясь спиной у канатов или вообще в углу. В конце раунда Жиров выдал хороший отрезок, но картина была прежней. Василий попадал, но его удары не выглядели такими точными и акцентированными, как попадания Тони. Седьмой раунд. Больше ударов выбрасывает действующий чемпион, но чаще попадает претендент. Восьмой раунд начинается с удара ниже пояса. С учетом того, что Жиров уже неоднократно допускал это нарушение правил, за что получил несколько замечаний, Стив Смугер снял с него один балл. Тони мог отдохнуть 5 минут, но отказался и сходу нанес удар справа в подбородок. И сразу же после этого показал, как за счет работы корпусом можно сбивать соперника с ритма и прицела. После этого последовал длинный отрезок у канатов, и это тоже было частью тактики. Когда Жиров подустал, ему уже было сложно точно контролировать дистанцию. Василий был наиболее эффективен на средней, но когда подизмотался, то часто стал проваливаться. А бой в телефонной будке – это та область, где Джеймс Тони был королем. Причем в этих моментах Томми Брукс давал своему боксеру дельный совет. Бруксу не нравилось, что Василий забывает работать корпусом, отчего его голова становится легкой мишенью для соперника. Затем наступил момент, когда показалось, что прессинг Жирова начал давать результат. Но Тони тут же ответил парой точных ударов. Но Жиров был неумолим. Закалка по методикам Апочинского давала о себе знать. Раунд Василий закончил двумя тяжелыми попаданиями, которые, судя по всему, впечатлили Тони. Впечатлили они и судей, но раунд получился ничейным, поскольку казахстанец потерял балл после удара ниже пояса. Брукс говорит Жирову, что соперник измотан, и уже ставшее коронным, ты должен его избивать. Всю вторую половину девятого раунда Тони провел спиной у канатов, а Жиров пытался выжать из соперника в буквальном смысле все соки. Тони попадал чище, но судя по действиям Жирова, он и не собирался соревноваться с Джеймсом в точности ударов. Его задача была измотать соперника за счет навала. Правда, чем дальше, тем больше эта тактика казалась сомнительной. Перед началом десятого раунда Василию сказали, что нужно поднять темп. По плану Брукса, в этом раунде его боксер должен был захватить полный контроль над боем и в оставшееся время додавить измотанного соперника. Определенная логика в таком подходе есть. В бою против 34-летнего боксера, который проводит 72-й поединок в карьере, нужно делать ставку на концовку, потому что он устанет. И Тони действительно устал, но вот только Жиров устал еще больше, поэтому перелом, на который рассчитывал Томми Брукс, не произошел. Брукс почему-то не учел очень простую вещь. На протяжении большинства раундов, Жиров работал просто в запредельном для крузеров темпе, но при этом значительная часть его ударов была мимо цели. А чем чаще ты промахиваешься, тем сильнее устаешь. Жиров никогда еще так часто не промахивался и при этом никогда еще не пропускал такое количество точных ударов. Естественно, что все это сказалось негативным образом. Когда начался 10-й раунд, Жиров физически просто не смог сделать то, о чем просил тренер. Брукс не смог до поединка смоделировать возможное развитие событий и считал, что тактика грубого навала это лучший вариант. Но даже в грубом навале не помешает хоть капелька аналитического мышления. Особенно, когда твоим соперником является мастер обороны и мастер экономить силы в ринге. Жиров попытался вырвать концовку, но раунд завершился двумя тяжелыми попаданиями американского боксера, после чего из носа Жирова буквально полилась кровь. И вот теперь Томми Брукс наконец-то понял, что все не совсем так, как он себе это представлял. Брукс начал говорить о том, что Василию нужно перестать бездумно атаковать соперника и начать активнее работать корпусом, и быть внимательнее, потому что Тони заманивает его в ловушки. Общую картину боя в 11-м раунде описал комментировавший этот бой великий тренер Эммануэль Стюарт. Субтитры делал DimaTorzok Перед началом финального раунда Томми Брукс сказал Жирову, что он побеждает, и чтобы Василий излишне не рисковал. А вот Фредди Роуч сказал следующее, для того, чтобы выиграть титул, тебе нужно посадить его на задницу. Откуда у Брукса была такая уверенность, сказать сложно, но по действиям Жирова казалось, что у него такой уверенности нет, потому что Василий снова устроил навал. И если бы только Жиров мог слышать слова Стюарда, которые он произнес в предыдущем раунде, о том, что Джеймс Тони очень хитер, и за такой стиль ведения боя придется заплатить. В какой-то момент Тони отошел к канатам и выглядел так, будто он едва держится на ногах. Жиров бросился вперед, но оказалось, что это была ловушка, и Василий в нее попался. Он не мог предупторить, но он не мог отпускаться, и его не мог отпускаться. Жиров бросился, и он опять упаковывался. И кое-что еще раз по него. Ой, Ого, Ого! Поехали! И вот Джеймс! И вот Джеймс! И вот Джеймс! Джеймс! Ого! Субтитры сделал DimaTorzok Стоит обратить внимание, насколько спокойно работал Тони на добивании. Никакой суеты, все зрячий и со стопроцентной точностью. И это финальные секунды изнурительного чемпионского боя. Эффектная точка в поединке, в котором, по мнению большинства, некогда большая звезда должна была окончательно покинуть небосклон профессионального бокса. Но звезда засияла вновь. Джеймс Тони выиграл бой единогласным решением судей. Он является первым и на момент января 2022 года единственным боксером в истории, кто стал чемпионом мира в среднем весе, а затем сумел завоевать титул в первом тяжелом весе. После боя с Тони, Жиров больше ни разу не дрался за титул чемпиона мира. Он даже попробовал себя в супертяжах, и у него был просто сумасшедший бой против Джо Месси. Жиров проигрывал в бою, но в последних двух раундах трижды отправил соперника в нокдаун, и ему буквально чуть-чуть не хватило, чтобы победить. В декабре 2004-го Жиров досрочно проиграл экс-чемпиону в супертяжелом весе Майклу Мурору. И на этом большая карьера Василия завершилась. Свой последний бой он провел в 2009 году. Сейчас он живет в США и работает тренером. По итогам 2003 года было два главных претендента на звание «Бой года» – Тони Жиров и Гатти Уорд 3. Журнал Ring отдал предпочтение Гатти и Уорду. А вот ассоциация пишущих о боксе журналистов вручила награду Тони и Жирову. После завоевания титула в первом тяжелом весе, Джеймс Тони заявил, что теперь его цель – стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Но прежде чем рассчитывать на титульный бой, нужно было постучать в двери дивизиона как можно громче. Тони бросил вызов находящемуся на четвертом месте рейтинга в супертяжелом весе по версии журнала Ring и входящему в топ-10 по версии всех основных организаций Эвандеру Холифилду. Бой состоялся в октябре все того же 2003 года. И Тони победил Холифилда в манере, которую можно назвать издевательской. В девятом раунде угол Эвандера выбросил полотенце. По итогам 2003-го Джеймс Тони получил награду «Боксер года» – 12 лет спустя своей первой награды. И это тоже рекорд. Ни один боксер в истории не получал две награды «Боксер года» с такой большой разницей между ними. Если для Тони это было возвращение на боксерскую вершину, то для его тренера Фредди Роуча это был первый большой успех. Через месяц после боя Тони Холифилд Роуч снова привлек внимание боксерского мира, когда другой его подопечный Мэнни Пакьяо досрочно победил Марко Антонио Барреру. После этого конкурентов у Фредди не осталось, и награда «Тренер года» 2003 досталась ему. Впоследствии Роуч станет рекордсменом за всю историю бокса, став тренером года в общей сложности 7 раз. Ну а Джеймс Тони добьется и новой поставленной цели. Почти что. Ровно через два года после победы над Жировым Тони победил Джона Руиса и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA. И это было бы просто сказочным завершением повторного восхождения на вершину мирового бокса. Но чемпионом мира в супертяжах Тони побыл лишь несколько дней. До того момента, как стало известно, что в его допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата стонозолола, который применяется для сжигания жира и увеличения мышечной массы. Результат боя с Руисом был аннулирован. А Тони был исключен из чемпионских архивов супертяжелого веса. Но даже с учетом этой промашки, карьера Джеймса Тони является одной из самых успешных в истории. А красота его бокса приводит в восторг миллионы фанатов этого вида спорта. Человек, который поднялся на вершину, свалился оттуда и был списан, 12 лет спустя снова взошел на Олимп, вопреки всем прогнозам. Подобное за всю историю делали единицы. Однажды Фредди Роуча спросили, кто самый талантливый боксер, с которым он когда-либо работал. Можно было бы подумать, что Роуч ответит Мэнни Пакьяо. Но он ответил, цитата, Джеймс Тони. Потому что Джеймс делал те вещи, которым нельзя научить. У него это было от природы. В конце 2021 года было объявлено, что на ежегодной церемонии, которая пройдет в июне 2022-го, Джеймс Тони будет официально включен в международный зал боксерской славы. Красоту момента усиливает то, что вместе с ним в этот же день в зал славы будет включен его давний соперник, Рой Джонс-младший. И завершить этот обзор хотелось бы словами самого Роя. Джеймс Тони хороший парень. Бой с ним лучше, что я провел в моей жизни. С точки зрения мастерства, лучший бой, который я провел, вне конкуренции. Поэтому у меня к нему уважение, потому что он лучше других соперников, с которыми я дрался. Даже с учетом, что я проигрывал позднее в своей карьере, он лучше, чем они все.